Главный принцип нашей работы в центре внимания всегда должен быть человек. Такими словами Вячеслав Гладков начал отчет перед депутатами областной думы о работе правительства Белгородской области в 2021 году. В основе выступления человеческая жизнь от рождения до старости, поддержка семьи с детьми, здоровое детство, работа с молодежью. Нам необходимо создать все условия, чтобы молодые люди оставались в Белгородской области, подчеркнул губернатор. В 2021 году много внимания уделялось строительству школ и дошкольных учреждений. Доступность такой инфраструктуры важна для любого родителя. Расходы на образование выросли с 29 миллиардов рублей в 2021 году до 34 миллиардов в 2022. Из них 1 миллиард направлен на обеспечение безопасности. В своем послании Вячеслав Гладков обозначил основные направления работы в сфере ЖКХ, в том числе и о выполнении программы по капитальному строительству многоквартирных домов. Строительная сфера, сельское хозяйство, продовольственная отрасль. По итогам 2021 года воловой региональный продукт превысил 1,3 триллиона рублей. Я надеюсь, что несмотря на санкции, мы по итогам 2022 года дойдем до планки 1,4 триллиона рублей. А мы с вами ставили задачу к 2030 году, двукратную, то есть до 2 триллионов рублей. То есть, в принципе, мы даже не до... Когда, я помню, мы обсуждали этот вопрос в правительстве, говорили, что этого достичь невозможно, потому что мы и так экономически сильно развиты. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Поэтому, с моей точки зрения, мы даже недооценили себя. Вячеслав Гладков также выразил надежду на то, что туризм может стать ощутимой составляющей экономики региона. Опираясь на традиционные отрасли, тяжелую промышленность и сельское хозяйство, правительство ощутимо увеличило объем финансирования различных мер в поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства до полутора миллиарда рублей. Говоря о приоритетах в сфере здравоохранения, губернатор сказал, что базовую ставку нужно делать на государственную медицину. Именно поэтому важно не только активно финансировать сферу здравоохранения, но и привлекать в наши учреждения лучших медиков, подчеркнул он. Для этого в регионе разработана программа системного решения кадровой проблемы здравоохранения. Еще одна важная тема отчета губернатора – забота о взрослом поколении. В приоритете достойная старость и активное долголетие бабушек и дедушек региона, а также оказание всевозможных мер поддержки. Отдельно обозначил глава региона дорожный вопрос. В автомагистрали области вложены беспрецедентные деньги, отметил он. Тем не менее, запрос населения остается. Однако теперь упор будут делать не на строительство, а на содержание дорог. Коснувшись геополитической ситуации, губернатор отметил, что Белгород стал тупиковым после 2014 года, когда закрылась граница и нарушились транспортные потоки. Но местные власти делают все возможное, чтобы это исправить. Я когда приехал полтора года назад, Белгород всегда был пригородом Харькова. Мне как-то резало все по душе. Мне кажется, что все должно быть наоборот. Завершилось заседание Думы торжественной церемонии. Вячеслав Гладко вручил жителям региона государственные и областные награды.